Это ненормально. Давайте попробуем. Всем привет, меня зовут Оля. И, наконец-то, я снимаю это видео. Я этого уже так давно хотела. У меня есть целый пакет. Солодость. И сейчас я буду их пробовать. Это всякие необычные. Я их никогда-никогда раньше не видела, не пробовала. Просто у нас рядом с домом открылся один магазин. Я не помню даже, как он называется. Но я просто туда зашла. Знаете, там всякие няшные вещички, всякие там кружечки какие-то. Фиг пойми, для чего нужны приспособления. Ну, такие, типа, милые. И там был отдел со всякими вкусняшками. Я сразу-сразу загорелась, купила всякое интересное. И сейчас мы будем это пробовать. Я буду, наверное, по одному что-нибудь вытягивать. Ага, что это у нас? Картошка фри. Это такие мармеладки. И сейчас я открою. Они такие милые. Посмотрите. Это, типа, картошечка фри в таком бумажном пакетике. Интересно, интересно попробуем. Пахнет ничем. Прикольно. Такие кисленькие. Такие прям очень лимонный вкус. Сама штука прям... Прям очень лимонная такая, кислая. А сахар вот этот вот снаружи, он не такой уж сладкий. Немножечко сладкий. Интересно. Я, кстати, думала, что по вкусу будет хуже. Я думала, что выглядит она милой. Но по факту окажется не очень. Ничего, знаете, неплохо. Можно подарить кому-нибудь. Это прикольно. Ну, как в дополнение к какому-то подарку. Это мило. Кстати, она недорого стоила. Лайк. Не будем далеко уходить от темы фастфуда. Это, короче, хот-дог. Да. Мармеладный хот-дог. Тоже США. Ну, тоже ничего удивительного. Вот этот вот весь фастфуд. Ну, прикольный. Он такой милый. Вот, что на нем написано. Сами кверх ногами держу. Запах такой классный. Опять же, я не ждала ничего интересного. Он так пахнет. Такими-то мармеладками всякими фруктовыми. Прям очень-очень вкусный. Вот такой вот хот-дог. Тут, типа, две булочки, сосиска и горчица. Попробуем сначала все вместе. Достаточно сложно разжевать. Такой вкус немного молочный, знаете? То есть, вот те мармеладки, картошечки, они были очень-очень кислые. Ну, прикольные. А вот здесь такой более какой-то нежный вкус. Очень вкусно пахнет. Химозно, конечно, но не отвратительно, а вот прям, ну так, разжигает. Аппетит. Сейчас по отдельности попробую. Чтобы понять, отличаются они вообще. Они мало друг от друга отличаются. Может быть, даже вообще не отличаются. И только так кажется. Потому что немножко разный цвет, немножко разная вот какая-то консистенция. Видите, вот такая прозрачная. Тем более такие. Ну, прикольно. На самом деле, тоже стоило недорого. Если увидите, могу советовать. Реально. После всяких вот этих мармеладок хочется чего-нибудь такого, знаете, посерьезнее. Да. Милка. Орео. Милка Орео. Ну, понятное дело, у нас сейчас много всяких продаются уже Орео. И там с арахисовой пастой Орео. Но вот именно такой не было раньше. Шоколад молочной милкой с круглым печеньем Орео. С начинкой со вкусом ванили. И, ну, они такие миленькие, должны быть красивенькие. И сейчас попробуем. Я прямо очень хочу уже это попробовать. Шоколадочкой. Угу. 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 Вообще, больше всего я всегда любила шоколадки с печеньем. И вот, ну, понятно, с орехом там вкусные, но вот с детства мне почему-то именно с печеньками шоколад нравится. Раньше они были, а потом их в какой-то момент перестали продавать вообще, почему-то пропали такие шоколадки. Ну, сейчас по пять навалом. Слава богу. Ха. 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 Это тоже какие-то типа мармеладки, но знаете, почему я купила, мне понравилось, что обычно вот такие всякие мармеладки, в том числе и там продавались, там, знаете, всякие червяки, пауки, там, осьминоги, ну, осьминоги тоже может быть прикольные, но вот розы, это на самом деле необычно, они еще и с начинкой. Мне показалось это так романтично, можно подарить своей девушке, там, розы, сейчас попробую, у меня в чем-то, у меня в чем-то большие надежды на это, мне кажется, что это будет вкусно, он тоже такой мармеладный аромат, приятный, сейчас выберем какую-нибудь овоточку, такие они прям мягенькие, нежненькие, то есть вот она вот такая, роза, с обратной стороны такая зелененькая. Интересный вкус вообще-то, вообще, я думала, что все мармеладки вот эти они будут, ну, они разные формы, это прикольно, но по вкусу они будут какие-нибудь одинаковые, такие знаете, какие-то типичные желейные конфетки, вот каждая абсолютно другой вкус, такой, знаете, похоже немножко на какие-то лекарства даже, что ли, это так необычно, но, знаете, чуть-чуть, интересно. Сама начинка похожа, знаете, на какой-то сливовый мармелад, вот такой какой-то натуральный, да, наверное, не лекарство, а вот именно продают сейчас, знаете, такой вот мармелад, такими брусочками, яблочными какой-то, такой супер натуральный, а вот это как будто бы сливовый такой мармелад, прикольно, мне понравилось, это необычно, я вообще никак не ожидала этого. Ну что, настало время попить, потому что я уже съела столько сладостей, в общем, там был еще юпи, это не какая-то там европейская сладость, кстати, страна происхождения написано Чили, я никогда не знала, где это изготавляют, я вот уже открыла, эти юпи ананасовые. Те, кто из 90-х, конечно, знают, что это такое, те, кто не из 90-х, уже тоже знают, потому что эта штука популярна, про нее постоянно говорят, 90-е в моде, ну, я думаю, даже дети уже слышали вот это слово юпи, такой вот порошок, типа, который нужно разводить в воде. В детстве он мне как-то сразу не очень сильно понравился, но один мальчик научил меня есть его сухим, и все, я втянулась, короче, из тех пор я люблю юпи, вы знаете, так обычно и бывает. Пахнет он вот так вообще слабо, сейчас вот я приготовила лавандичку, насыплю сюда, и, кстати, я хочу его попробовать сухим, вспомнить, так сказать, детство золотое. Ну, такой ярко, чудоишь прям, как-то пар идет, дым. Ну что, ваше здоровье. Это самая химозная штука за сегодня. Ой, прям, лишь скулы сводят. Возможно, я слишком много положила, прям, очень-очень сладко, очень-очень такая, и сладко, и кисло, и химия какая-то. Я бы, конечно, не советовала вам это пить, но если вы из 90-х, знаете, на разочек так, чисто с друзьями поприкалываться, можно. Но так, конечно, покупать это прям домой, там, детям своим, если у вас есть дети, может, и сами еще дети. Можно сделать такую заставку. Ой, ну, знаете, уже прям от души немножко отлегло, напробовалась тут сладостью, и впереди еще много интересных. Вот эти конфеты в магазине, они меня сразу привлекли. Они, короче, называются яйца-единорога. Я еще подумала, я там вот выбирала вот эти розы какие-то там, армеладочки, милые. Так я смотрю, яйца-единорога, думаю, вроде, единороги, они же не птицы, они же не из яиц вылупляются. Хотя, в принципе-то это мифическое существо, может быть, у них какие-то волшебные яйца, из которых они вылупляются, может быть, я что-то не знаю, ну, мало ли. И тут я стала смотреть дальше, ну, что же это, что же это такое, вот, единорог нарисован. Ой, ребят, никакой романтики вообще, яйца-единорога, посмотрите, что они нарисовали. Такой довольный, типа, единорог. Это, конечно, приколюха, такая странная, не знаю, в духе японцев, хотя написано, что страна происхождения Испания. Возможно, кому-то это весело. Сейчас мы их попробуем на вкус, да, чтобы это не значило. Вот такие маленькие конфеты. На каждой тоже нарисовано это чудо-единорог. Сейчас посмотрим, как это вообще выглядит. Я, если честно, в испанятии. Вот. Какая-то круглая такая конфета, твердая прям. Твердая. Вся такая разноцветная, типа зеленая. Возможно, они еще, в принципе, разных цветов в упаковке. Тут вот нарисовано, что они, вот прям, ну, другие цвета, синий, там, красный какой-то. Вот мне попался желтый и зеленый. Давайте попробуем. Боже, она такая кислая. Это самая кислая. Боже. У меня впереди еще toxic waste. Я не ожидала вот этого. О, рома. Написано, яйца единорога кислые. Ну, короче, состав, кстати. Вот сейчас я уже немножко достала более-менее поначалу. Прям. Да. Почему я тут... Вообще, я тут, как видите, не читала составу, потому что страшно. Но тут он такой крупный. И самое... Такой мне бросилось в глаза. Пчелиный воск. Это вроде леденец просто. Я не понимаю. Дальше воск карнаулупский. Но это еще все цветочки. Шеллак. Представляете? Думаю, все девушки знают, что такое шеллак. Ну, на ногти наносят. Это гелевое покрытие. И оно будет есть в составе. Интересно. Поначалу, короче, эта конфета очень кислая. Сейчас вот обычная такая сладкая. Вкус типа тутти-фрутти. Кстати, понятное дело. Написано карамель леденцовая со вкусом тутти-фрутти. Ну, так и есть. Конфетка такая, знаете, ей можно всякие приколы с друзьями устраивать. Типа, хочешь конфетку? Потом сказать еще, что она называется яйца-леденорога. Там еще и картинка такая нарисована. Человек такой достанет ее, видит такая цветная, миленькая конфетка. Начнет ее есть, у него просто глаза вылезут. А еще, тем более, от неожиданности это вообще советую. Лично я так обязательно сделаю. Сегодня же. Тут этих конфет вообще завались, поэтому хватит на всех друзей. Еще мне тут недавно в магазине попались такие конфеты. Написано, что страна происхождения Сербия. Я раньше такие пробовала, и они мне очень понравились. Тут я брала вкус, там был очень необычный, смородина и кокос. Представляете? Это было интересно, чтобы было вкусно. А вот здесь малина. Малина как бы не такая необычная. Ну, они просто специфические такие конфетки. Мне захотелось вам их показать, потому что они сейчас продаются. Вот я лично сейчас купила в пятерочке. Хотя раньше я тоже их покупала в таком, знаете, необычном магазине. А в обычных их вообще нигде никогда не было. К своему стыду я скажу, что я уже больше половины съела. С обратной стороны они вот такие вот, типа, миленькие. Сами конфетка такая тоже, знаете, как таблетки. Пахнет она очень сильно малиной. Прям приятный такой насыщенный запах. На вкус я тоже знаю, какие они. Ну, сейчас я обновлю на вспоминания. Поначалу такой прям яркий вкус малины. Эти конфеты тоже очень кислые. Они еще, ну, они не кислые, но не такие вот, как эти яйца-единорога. Они такие, знаете, ну, каждый день приятные. Такая конфетка. Идешь куда-нибудь, хоп, съел конфеты. А еще, знаете, на что они похожи? Мне сейчас пришло в голову. Они похожи вот тоже в детстве. Помните, были такие съедобные бусы? Я найду и постараюсь прикрепить картинку. Такие цветные, знаете, миленькие бусы. Какой-то браслетик там был. А еще, когда я выросла, я уже потом увидела, что в Германии продают вот из таких же конфет съедобные трусы, ребята. Ну, я это просто картинку видела, если что. Короче, эти конфеты очень клевые. Они продаются в обычном магазине сейчас, получается. Возможно, и во многих других они есть. Но я вам советую. Другие вкусы, может быть, какие-то. Если вы любите такие кисленькие немножко. Вот раньше это тоже называлось драже. Вот такие вот драже. Берите. Я же забыла юпи попробовать с сухим. Я же хотела. Сейчас будет. Так. Вот знаете, есть какое-то сходство с этими яйцами единорога. То, что оно такое безумное какое-то. Прям очень-очень яркий вкус. Таких вообще не бывает в природе. Если вы любите такое что-нибудь, чтобы прям прошибало, то вам понравится. У меня остались Милка с малиной и Токсик Вейст. Я даже не знаю, чего ждать. Даже не знаю. Давайте сладкое ставим на последнюю очередь. А сейчас попробуем вот эту вот. Вообще многие пробуют, блогеры. Они там просто все морщатся, кривятся, выплевывают, не могут вообще это есть. Типа она очень кислая. Тут нарисовано такое радиоактивное ведро. Такое, типа, взрыв. С такими выпученными, налитыми кровью глазами. Типа, наверное, когда я буду есть, я буду выглядеть вот так. Она такая популярная. Надеюсь, она будет отвратительно кислая и не разочарует меня. Ну вот, вот так эта штука выглядит. Она такая розовенькая немножко. Выглядит ему очень симпатично. Пахнет. Какой-то кислинкой легкой. Знаете, вот просто какой-то легкой кислинкой. Не, ребят, это фигня. Вот это вообще фигня фигня. Она просто какая-то сладенькая. Просто какая-то штука, которая липнет к зубам. На вкус она вообще какая-то безвкусная. С легким запахом, кислинкой. Просто вот ерунда. Чистая фигня какая-то. Вообще не советую. Вот это самое ужасное. Это хуже, чем Юпи, если честно. Меня тут сейчас перестала записывать камера. Пришлось ненадолго прерваться. Но ненадолго. Теперь продолжу. Милка. С ароматной мальдинкой. Я ее купила тоже в обычном магазине, но раньше таких вообще не было. Раньше такие были только на всяких сайтах, интернет, знаете. Типа, заказать какие-нибудь прикольные европейские штуки. А сейчас у нас есть такая... Вау. Вау. Вот тоже я абсолютно не ожидала. Ну, потому что у нас тоже есть какие-то шоколадки, знаете, с кусочками малины. Вау. Тут их так много. Их прям видно. Супер. Сама шоколадка такая обычная, да? А вот сзади, посмотрите, сколько малины. Офигенно. Не могу оторваться. Уже был в шоколадке съем. Ну, все. Если говорить честно, то сам шоколад вкусный. Вот милка, она вкусная. Малина почему-то не чувствуется. Вот какие-то косточки, как будто бы от малины, попадаются. Какие-то более жесткие застревают в зубах, если честно. Даже не знаю, что сказать. Сначала я очень обрадовалась, но даже не знаю, советовать ли вам. Ну, в принципе, шоколадка вкусная. Просто она гораздо дороже стоит, чем все обычные. Поэтому я даже не знаю. Я бы больше не купила, если честно. Ну, от Сорелла мне больше понравилось. Хотя, казалось бы, да? С ароматной малиной. Прям супер должна быть милка. Но как-то так себе, если честно. Итак, подведем итоги. Значит, расставим небольшой рейтинг. На самом последнем месте. Вот прям самое ужасное. Что я просто никогда бы не купила никому. Свет вот. Вот это вот. Еленда. Вроде как, вот в таком вот бедре, как здесь нарисовано, есть какие-то конфетки. Они типа супер кислые. Но если я где-нибудь увижу, наверное, возьму. Но вот это больше никогда. Причем тут есть всякие вкусы. Вот у меня малина. Там вишни есть еще. Какие-то они разных цветов. Я думаю, это все одна фигня, если честно. Как не грустно. Рядом с этим местом находится. Это получше. Это вкусно. Это вкусно. Это хочется доесть. Обязательно это все съем. Но разочаровала. Просто нет аромата малины. Никакого практически вообще. На самом деле. Больше всего мне понравилась шоколадка вот с этим вот Орео. Орео. Напишите, как правильно. Я до сих пор... Да. Вкусно. Вкусно. Очень похоже на киндер, кстати. Только еще с печенькой. Но киндер все-таки какой-то более молочный. Вот здесь больше вот именно вкус шоколада какой-то есть. Клёв. На втором месте из лучших я бы поставила, как ни странно, вот этих единорогов. Чисто, знаете, как вкусную конфету съесть, когда тебе хочется какого-нибудь там... Какой-то вкусняшки. Нет, конечно, это не подходит. Но... Но это реально прикольно. То есть, это настолько кисло. Мне кажется, вот этот настоящий toxic waste... Это что-то типа такого. И то, что еще кислее, я не представляю. У меня аж прям... Это хуже, чем лимон. Это хуже, чем все. Это очень-очень кислая конфета. И можно ее действительно подсунуть. Она еще выглядит, смотрите, так мило. То есть, на toxic waste там написано вот, что вот она такая вся, типа радиоактивная. Она вся такая прям агрессивная, опасная. А это выглядит как что-то такое суперняшечка. Подсовываешь ее кому-то и наслаждаешься реакцией. Мармеладки вот эти, они все оказались действительно вкусными. Мне понравились. Хотя я вообще-то не очень люблю всякие вот эти мармеладки. Потому что мне кажется, что они какие-то жесткие. Что они безвкусные. Какой-то еле такой лавин у них сладенький вкус. Мне это обычно не нравится. Во всяких вот этих харибо, хариба. Я не люблю всяких вот этих железных нишек. Но вот эти мармеладки, они очень разные на вкус. Они прям вообще... И запах такой приятный. Вау. Сейчас, когда я сниму лидера, я их все доем. Спасибо, ребят, что посмотрели это видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось. Что вы пробовали или хотели бы попробовать. Я прочитаю обязательно все комментарии и всем отвечу. Ну все. До встречи в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok